Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к вам. Мы говорим о льготах, пенсиях в России, на Украине, потому что нас читают на Украине и внимательно следят за новостями именно от нашего агентства новостей. И, наверное, первый вопрос. Как оцениваете политику Зеленского в социальной политике? Потому что, как партия «Слуга народа», гордо хвастается тем, что Небесная Сотня получила, родственники Небесной Сотни, какие-то такие немыслимые льготы. А что с другими людьми, которые Майдан не поддерживали? Ну, давайте будем говорить так. На сегодняшний день Российская Федерация в социальной сфере ушла вперед. Есть стабильность выплат социальных, будем говорить, всех позиций. А в Украине на сегодняшний день совсем грустно. И все это началось с 2014 года. Как я называю, в 2014 году забили гвоздь в крышку гроба непосредственно в социальной сфере, по всем направлениям. Либо это протезирование, либо это медицина социальная, либо это на сегодняшний день детские дома, интернаты и так далее. А уже сегодня, если говорить при Зеленском, то социальная сфера и министерство фактически на глазах стало рассыпаться. Никому не секрет, что сегодня заводы, которые имеются под контролем Министерства социальной защиты, они практически простают и работают всего лишь два дня. Вот только можно хотя бы этот пример говорить. Второй пример, когда Министерство социальной защиты изискует так называемое ноу-хау и занимается поборами. Мало того, выдает, допустим, какие-то коляски и тут же через правую руку, назовем так, продают эти коляски. И это тоже никому не секрет. Если говорить о детских домах, интернатах и так далее, то финансирование их ухудшилось. Плюс давайте говорить так про пенсии. Пенсии фактически обесценились. Если, допустим, Россию взять и Украину, то пенсии разные. Но на российскую пенсию можно больше купить, а на украинскую пенсию можно гораздо меньше купить. Поэтому сегодня есть проблемы очень большие в Украине. Алексей Валерьевич, МРОД, минимальный размер оплаты труда в России, он составляет 12 тысяч с небольшим. А на Украине МРОД указывается намного выше минимальный размер оплаты труда. И часто вот при Зеленском сейчас стали использовать вот этот аргумент, говорить, смотрите, у нас минимальный размер оплаты труда намного выше, чем в России. Давайте будем так говорить. Я, как бывший уполномоченный по правам инвалидов Украины при кабинете министров Азарова, нельзя равнять пенсии ваши и наши. Давайте будем наполнение корзины. Что входит в наполнение корзины и что может купить у вас пенсионер? А что может купить у нас? Так вот нашей пенсии на сегодняшний момент не хватает на полмесяца, грубо говоря, чтобы дальше мог пенсионер жить. Вы представляете, сколько коммунальные услуги стоят? А сколько? У нас. Потом давайте будем говорить, борщевой набор сколько стоит. А сколько? Можете привести примеры? Вот сколько коммуналка стоит вот из расчета пенсии? Сколько вот этот борщевой набор стоит? Чтобы было понятно нашим читателям. Давайте будем говорить. У меня пенсия составляет, максимальная составляет 2100 гривен. А за квартиру мне надо заплатить 1850. Вот я на себе провожу пример. Это в зимний период. Скажите мне, пожалуйста, насколько мне хватит хлеба в месяц? А у вас еще пенсия большая, да, как депутата? Молокат состояния не буду купить. Правильно ли, у вас пенсия еще большая, как бывшего депутата? То есть выше, чем у среднего пенсионера? Да нет. Согласно тому, что я являюсь сепаратистом, они даже не посмотрели на то, что я инвалид первой группы, и суд лишил меня пенсии. Вот и все. У меня отобрали все. Поэтому это не гуманное государство. Я провожу на себе пример. То есть как можно лишить пенсии? То есть за что? Ведь вы же ее заработали. А у нас это делается элементарно. Беззаконие. А как можно на сегодняшний момент пенсионеров посадить фактически на сухой паек? Вот фактически они находятся на сухом пайке. У нас происходит геноцид пенсионеров. Я недавно выкладывал видеоролик с Харькова, там, где пенсионеров хуже собак, животных даже держат. Они под открытым небом, снег, мороз, им раз в неделю в субботу питание привозят. И там очереди все больше и больше становятся, как вы писали в комментариях. Конечно, конечно. Поэтому в данный момент я могу одно сказать. У нас планомерно идет уничтожение пенсионеров. А вот на 2021 год какие прогнозы вы видите? Мы вот сейчас как раз обсуждаем, насколько вырастут пенсии, льготы в Российской Федерации. А на Украине в 2021 году вырастут льготы, пенсии? Давайте будем говорить. У нас могут добавить максимум 21 гривну или 100 гривен. Вот на что могут наши пенсионеры рассчитывать. В том, что сегодня происходит в Украине, фактически бюджет весь исковеркан. Большая часть бюджета пошло на военных, назовем так. Так, с чего же им сегодня пенсии поднимать? И никому не секрет, что премьер-министр Даш Нигаль заявил, что скоро пенсии не будут. Они наоборот сегодня всю пенсионную реформу уничтожают. Они уничтожают на сегодняшний день последние льготы, которые были у пенсионеров. Вот и все. Они же льготы даже снимают с пенсионеров. Поэтому о каком мы говорим увеличение пенсии? Не будет никаких увеличений пенсии. А какие льготы снимают? Какие льготы исчезают? Ну, давайте будем говорить. Сегодня телефоны по льготам убрали у пенсионеров. Проезд убрали, зато отошникам дали. Потом, значит, льготы на газ убрали. Потом, будем говорить, на электроэнергию тоже убрали. То есть фактически пенсионеров пускают на выживание. Такой вопрос. Газпром в прошлом году заплатил Украине по решению стокгольмского арбитража значительную сумму денег. Тогда говорилось, что эти деньги пойдут украинским пенсионерам, льготникам. Вот дошли деньги? Я так понял, у меня сложилось такое впечатление, что нет. Нет, эти деньги не дошли. Эти деньги просто-напросто, часть разворовались. Часть денег пошло, как говорится, на дополнительные зарплаты и премии газовщикам, так называемые верхушки, которые находятся в наблюдательном совете. А часть ушло на затыкание каких-то дыр. Вот и все. У меня такой вопрос про коронавирус. Зеленский обещал, что даже самые высокопоставленные чиновники будут, последний вопрос, будут лечиться так же, как любой гражданин Украины. Как, сдержал обещание президент или обманул? Нет, он не сдержал ни одного слова своего. И ему нечем его сдерживать, так как на сегодняшний день я считаю, что он не владеет ситуацией в самой Украине и не разбирается, что такое государство. Помимо того, он может там рожи свои корчить в средствах массовой информации, каждый день выпускать какие-то ролики. А если сегодня ему конкретно задать, какой же сегодня минимальный уровень жизни обычного пенсионера, он вам не ответит. Я думаю, он и графику не видел, и динамику, что же на самом деле происходит в социальном обеспечении. Спасибо, всего доброго. Удачи вам.